запомните зоотроп снимает все свои ролики не для того чтобы показать как в одессе и других городах украины плохо и для того чтобы обосрать как многие пишут из эти заворожения городскую власть местную власть нет я показываю проблемные вопросы для того чтобы на них могли реагировать как местные власти если вдруг где-то кто-то что-то во время не увидел или на это может быть не обратили внимание их подчиненные так же само чтобы реагировали люди прежде всего нужно начинать с себя не надо выкидывать мусор рядом возле дома нужно его вынести если вы видите что можно как-то помочь рядом стоящий как говорится машине которая поломалась помогите начните с себя итак мы начинаем привет дорогие друзья и подписчики так зоотроп снова с вами и сегодня мы находимся в черноморске мы не зря начинаем свой ролик именно вот с этой ливневой канавы хотим вам ее показать когда-то делалось советское время вот такие вот канавы для того чтобы отводить воду с берег тем не менее вы видите она тоже потому что здесь все засажено кустами растениями она тоже потрещала то есть движение грунта постоянно есть хотя мы прямо скажем возле самой воды почему мы сегодня приехали сюда спасибо большое нашим подписчикам и друзьям которые нам скинули фотографии и скинули новость о том что ильичевск черноморск нынешний опять начался оползневой процесс начал ползти может быть не так страшно как в прошлый раз не так высоко но это знаете как первые звоночки которые мы сейчас вам покажем которые действительно есть и это очень большая тоже проблема потому что берег имеет движение хотя у укрепленном месте возле набережной но идем все смотреть с вами так с вас подпиской лайк за троп работает для вас спасибо что вы с нами кидайте нам идеи кидайте нам если какие-то есть новости где-то по нашей тематике пишите чтобы вы хотели по чтобы мы вам показали отсняли куда поехали все для вас и так погнали теперь вперед вот оно море а вот они те самые дома эти самые гостиницы которые строятся прямо на побережье здесь и при этом под ними ползет грунт и так идем к ним смотреть и показывать вам чуть чуть дальше вот тут вот если посмотреть по прямой вот так то это у нас как раз тот самый если не ошибаюсь мы удивят называется микрорайон где произошли массивные оползни пару лет назад вот это как раз а то то самое вот город вот круг вот теннисные корты то есть все это рядом вот она набережная что вы сориентировались кто знает город кто не знает идемте мы вам покажем смотрите здесь выходит вот такая вот вода судя по всему грунтовые воды тоже выведены из-под черноморского то здесь сделаны укрепления все есть видите вот он такие вот трубы коллектора давайте в промышленно подойти покажем вам ближе а тут бегают крысы такие слонячие как как собаки я аж испугался сначала думал что чья-то кошка пробежала нет крыса вот прямо здесь в этих камнях на центральной набережной жалко я не успел оснать я красота время перепрыгивал по камням ее напугал вот вот она где-то здесь только что 5 хвостом мелькнула ну ладно крыса большая поверите мне но мы идем сейчас вот сюда вниз и так для чего я вам показываю для того что здесь сильно проводились укрепления проводился вот этот водоотвод свить это укрепленная часть скажем так побережье черноморска и при этом здесь есть реальные проблемы вот одна труба и вот вторая вот такие вот коллектора видите диаметр наверное метровый плюс минус вот таким вот напором шурует водичка это те же самые грунтовые воды как и в одессе где мы вам показываем из-под побережья выводы труб но теперь идем туда дальше да и кстати пока мы здесь актуальный вопрос городским властям почему здесь нет решеток почему не закрыта то есть сюда может зайти любой ребенок животное и уйти вглубь от склон этого не должно быть вот мы уже под этим зданием и показываем сначала вам склон снизу здесь склоны небольшие это нижний уровень террас нижний уровень склонов в принципе такие как помните в люсдорфе нижняя есть часть они мы прогуливаемся очень часто и вот смотрите эту всю глину вот ее сносит видите твердой породы здесь нет вот уже камень начинается в принципе камень но опять-таки он высыпается глина намокает были дожди естественно и смывает вниз смывает очень сильно поэтому склоны имеют вот такое вот движение ну а теперь давайте поднимемся наверх и покажем вам какой ужас там это ведь это свежий это вот все буквально пару дней назад произошло всему виной во-первых не сделанный берега укрепления второе конечно сверху высотное строительство каждый вот этот дом это нагрузка на склон при том что стоит на сваях при том что может быть все сделано правильно с точки зрения строительства именно домов и с точки зрения проекта но 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 в любом случае это нагрузка на склоны и потом уже что-либо строить выше поднимаясь выше отчетливо видно линию разлома вот смотрите вот она пошла линия разлома которая проходит наверх и выходит уже вот туда дальше вот такими вот маленькими обрывчиками смотрите видите вот точно также линия разлома то есть мы сейчас идем по линии разлома вот видите как это двинулись из кусок сваи лежит и он тоже это двинулся с метров на 10 тут тоже вот оно все вот мы были под вот этим местом смотрите вот ползет и вот поднимаясь выше мы как раз видим ту самую часть которая сползла сильно вот она видит здесь уже перепад около метра и она дальше съезжает идемте смотреть еще дальше ведь это еще не все на многие из вас конечно могут написать что здесь насыпной грунт здесь отсыпали когда делали гостиницу поэтому она садится и тому подобное в какой-то степени может с вами соглашусь но вот этот вот вид вот эти вот трещины и съезжание этого грунта грунта это очень плохой знак для этого района смотрите видите видите вот оно все тут съехала там упала эти перепад вот в этом месте начинается от 20 сантиметров и там дальше уже порядка 40 и вот он дом прямо на побережье стоит обратиться наверное городским властям в этой ситуации как так как были даны разрешения на строительство в этом месте и при этом не были сделаны полномерные берега укрепительные работы честно мне непонятно я не знаю это было при предыдущем мэрии или уже при нынешнем я не могу это сказать точно если кто-то из вас знает когда это был каркас построен один там следующая гостиница мы пройдем покажем интересно честно сказать потому что честно я вот как и за этой стройкой не уследил когда она выросла сюда редко в это место попадал мы обычно снимаем либо вот там вот в центре города да ту сторону вот он пляж центральный либо уже дальше там где был оползань в прошлый раз тут мы как-то не снимали поэтому кто-то если знает точно напишите интересно то есть какая власть как так выдавала на это разрешение смотрите вот она видите вот она все ползет и съезжает вот он есть огромный пятак то есть весь вот этот вот пятак вот он он съехал на полметра уже ниже и он постепенно постепенно вот еще одна трещина смотрите сейчас мы сейчас мы уже на теле оползня стоим то есть вику и что не пустил потому что тут уже реально опасно в любой момент может просто напросто упасть смотрите вот она видите она все мягкая рыхлая вот такое вот да вроде высота небольшая каких-то метра три три с половиной но вы сами понимаете что кто упадет вот это начнет подмывать и дальше то есть либо это делается специально для того чтобы типа город выделил эту землю застройщику и собственнику они типа здесь сделают укрепление и это отойдет к ним как земля да и потом никто не сможет сказать что это городская территория городской пляж то есть они поставят вам себе забор закроют и это будет их собственный пляж такой тоже вариант возможно что доводят именно до этого но честно не хотелось бы хотелось бы чтобы здесь было продолжение набережной раз стоят дома продолжить красиво набережную чтобы набережная прошла дальше аж до яхт-клуба это было бы интересно и круто смотрите дальше вот эта трещина пошла вот она если мы сейчас переведем взгляд уже сюда вот видите дальше следующий забор стоит это же вот она вот этот грунт просаживается вот она прослеживается дальше я конечно много говорю по этой теме да но пока хочу показать вам все подробно идем дальше следующий построенный жека и следующие трещины по грунту смотрите здесь вроде бы да стабильная площадка но я вам тоже покажу что она не стабильность что она тоже ползет вся вот эта часть вот уже яхт-клуб черноморска кто знает как раз за яхт-клубом те самые дома которые туда пострадали от оползной курини и вот смотрите мы сейчас грубо говоря вот так прямо в створе того склона который сполз несколько лет назад ему показывали кто не видел посмотрите обязательно как сильно там разорвала разломала курини ну и сверху соответственно дома высотные дома высотном 3-4 этажа до девятиэтажных слава богу не дошло и так найти вроде идем еще раз 3 все хорошо все плотно до плотная дорожка даже отсыпана каким-то гравием по забору первое видно смотрите видите забор дал подвижку видно что фундамент накренился его даже выломались плиты его двигаясь дальше мы находим вот такой вот след оползневого процесса я сейчас конечно многие мне хейтеры напишут что я притягиваю за уши трещинки еще что-то нет друзья я не притягиваю за уши я хочу вам показать реальную картину смотрите вот кусок кусок то есть вот этот вот полукруг весь который застроен сейчас да он весь обвалится смотрите вот она я надеюсь на камеру будет видно вот здесь хорошо будет видно вот она пошла свежая трещина и вот она идет 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 одна вторая видите вот они две параллели то есть я сяду между трещинами но их тут будет больше это только самые большие мы видим они будут раскрываться все больше и больше то есть сейчас шторм успокоился и дожди приостановились чуть-чуть тормознется потом следующий будет дождь следующий будет шторм он опять пойдет дальше вот видите четко по этой части этого плато то здесь должна была быть сделана берега укрепительная работа проведена чтобы всего этого не было давайте спустимся вниз и посмотрим что у нас происходит внизу видите тут типа подсыпано вот так вот бетонными всякими мусором бетонным но это ничего не дает он все равно в этом же месте эти вот глина сползает и обсыпается смотрим дальше на вот этом склоне сейчас я попытаюсь как-то сюда ай залезть смотрите вот он видите вот оно свеженько и вот полностью по всей этой части свеженькие обсыпания часто спущусь вниз без камеры и там внизу вам покажу друзья чуть до того как я спущусь вниз вот возле этой трещины где мы стоим я хочу вам показать что происходит с жека смотрите вот жека вот под ним типа сделана подпорная конструкция видите берега укрепления но при этом все равно все это ползет и сыпется то есть тема не доделана и вот укрепление одного этого жека ничего не даст он сползет если будет так дальше продолжаться вместе с этим склоном эти сваи его не удержат увы 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 ну а теперь идем вниз мы уже спустились к самой воде конечно мы не могли не показать вам наше любимое море сегодня слава богу шторм успокоился вот такая вот красота там вот лебеди плавают чуть дальше люди приходят их кормить вот прогуливая снизу еще обратили внимание вот такой сверху не было видно и это как раз вот забор где начался вот как раз та самая масштабная часть оползневого процесса смотрите а здесь тоже судя по всему родничок есть вот с него и течет вода вот она размывает подмывает и осаждает давайте более подробно попробуем еще раз вернуться айти пока нас не намочила наверх и посмотрим вот там сверху именно то место еще раз к нему и так мы вернулись к этому месту пока снизу и смотрим еще раз ту самая самую проблемную точку скажем так видите вот она съезжает а вот тут вот у нас тот самый родник который мы вам показали может это конечно и труба где-то какая-то прорванная но я все-таки больше склоняюсь к тому что это родниковая вода и здесь где-то реально течет родник но знаете на этом месте его уже видно вот он внизу тут его не видно он где-то уходит вот сюда под камни вот где-то вот здесь вот под этими камнями то есть четко по углу этого здания взлома так что городские власти вам тоже присутствует вопрос разобраться что это если это едино родник родник то его надо в обязательном порядке заводить точно также в трубу в коллектор чтобы он дальше не мочил и не осаждал склон и так мы спускаемся опять вниз и продолжаем путь по песку вдоль моря смотрим дальше вот вот это интересная вещь которую я вам хотел показать смотрите вот по вот этой части грунта очень хорошо видно что она просто-напросто повернута вот видите вот здесь то есть она уже не ровно вот этот грунт а уже наклонен то есть это говорит о том что вот это уже когда-то был оползень и сверху просто-напросто на него насыпали насыпали здесь это грунт уже не родной это грунт насыпной весь там вида мусор кирпичи все вот это насыпное то есть должны были сделать насыпку должны были сделать укрепление чтобы эта насыпка вся стояла а ничего подобного не сделано и она естественно ползет и падает смотрите видите вот вот здесь хорошо видно вот столб целый видите вот здесь был стол кстати вот столб это он не привезли он стоял он был в земле потом его поломала и он упал в воду на 9 а здесь вот текла вода хорошо видно вода промывала и все это сыпалось и вот мы подходим уже к тому самому месту где появились те трещины большие и видите вот уже говорю что здесь видно что грунт вот он садился еще вот под наклоном уходит то есть его вот так вот уже вы вы выворачивала когда-то а вот это все насыпное вот где-то вот от этого уровня вот уже пошли слои насыпки поэтому такой разнородный грунт видите где-то щебень где-то еще какой-то мусор это еще что-то вот она вот та часть которая упала кстати вместе с корнем смотрите вот рос орех видите какой большой у него корень и насколько он ниже рост но при этом точно также возле него обвалилась и он упал то есть то когда говорят что сажайте деревья они будут держать склон ничего подобного деревья если не сделаны все остальные берега укрепительные работы склон не держат это только если в комплексе все работы проводить то есть волнорез буны отсыпка шпунтовые стены и тому подобное очень много вас как работ нужно произвести и только после этого можно посадить деревья которые сильно будут сдерживать каким-то образом оползневой процесс вот смотрите еще эти сверху вот мы подошли этого не видно потому что заросло кустами и травой а снизу она сыпется постепенно постепенно вот дальше откалывается видите вот какая-то плита здесь тоже лежит бетонная потом сверху грунта сейчас ее подмоет здесь она тоже упадет никогда не подходите вот так к обрыву сверху представьте себе вот здесь ее размоет уберет этот грунт сверху подойдет кто-то станет и она просто от веса человека упадет а вот уже этот дом прямо мы подошли коричневый который мы вам показывали и вот как раз те самые ползущие склоны друзья я надеюсь если я вас не сильно утомил видео еще раз спасибо огромное людям которые скинули нам где что происходит по данному оползню кроме того спасибо огромное одному из наших подписчиков и друзей который любезно согласился нам тут провести в хорошую погоду экскурсию по побережью и по ильичевску со своей стороны мы обязательно с ним запишем видео он нам расскажет покажет может что-то покажет даже то чего мы не знаем или вам не показывали это будет очень интересно вот виктория ведь тоже за мной спустилась вот камушки собирает вам всем привет от виктории она как сна со мной мой верный помощник ой чуть не упал вот видите мы уже пришли к этим плитам которые типа держат вот она видно что она подмывает и она точно также все падает дорогие друзья на этом будем заканчивать наш сегодняшний ролик он и так получился такой как однообразно прогулочный по оползню но мы показали вам наше любимое красивое море до новых встреч до новых роликов зоотроп работает для вас для тех кто не совсем понимает в чем проблема таких родников говорят ой это природа не затекли да они всегда текли но они были как этот родник он мог течь допустим вот оттуда из-под самого склона верхнего да дальше пошел постепенно склон у тебя дальше дома стоят уже выше мог быть где-то здесь когда посадили вот этот дом пятном на это место его где-то нарушили его ход то есть или придавили или залили бетоном он себе нашел новую точку и для того чтобы промыть он промывает идет мочит грунты и они естественно падают вот такая вот здесь картина как было бы красиво если вот так вот склоны везде были бы ухожены чистенькие посажены травкой и сделано все берега укрепления так как весна так как красота так как первое теплое солнышко заканчиваем и наш ролик все-таки здесь огромное спасибо всем тем кто принимает участие наводит порядок подрезает вычищает реально красота а тем кто должен принять меры по поводу устранения оползня и наведения порядка пожалуйста примите эти меры и так зоотроп работает для вас вас подписка и лайк теперь точно все а вот в этот кадр видите как попало красиво и город и набережная склоны и конечно море все самое красивое все самое интересное для вас ну и конечно не без того что люди как свиньи мусорные стаканчики кидают кофейные стаканчики кидают мусором там где и шли ну не без этого